Кадровый голод в поликлиниках. Всю неделю в редакцию Вестей Татарстана звонили родители малышей и жалуются на то, что участковый едва успевает обслуживать пациентов. Нет и педиатров, приходится консультировать по телефону, а на вызов едут исключительно грудничкам и инвалидам. Руководство клиника беспокоено катастрофической нехваткой персонала, а больные как же все-таки попасть на прием к специалисту. В ситуации разбиралась наш корреспондент Инна Данилова. У маленького Амирхана кашель, насморк и высокая температура, но вызвать врача на дом не получилось. Четыре дня назад звонили сюда, вызывали врача, сказали не придут, врачей не хватает, приходите сами сбрасывайте температуру и привозите ребенка. Готовых рассказать точно такие же истории в поликлинике полный коридор. У нас температура была 38, она сказала, приходите, или на машине, или на такси. Вот мы потом три дня лежали с температурой, нам по телефону прописали лекарство, проконсультировали нас по телефону, а когда уже спала температура, мы сами пришли. Дочке Ландыш Якуповой Алине год и два месяца. Было бы чуть меньше, врачи приехали бы на дом, а так общая очередь. Один врач объезжает все восемь участков вызова на восьми участках. К сожалению, берем вызова только к детям маленьким, до года и очень тяжелым детям, детям-инвалидам. Всех остальных просим сбить температуру и подойти не прием. Красноречивые объявления о новых правилах оказания медпомощи на всех дверях кабинетов и у регистратуры. А рядом еще одно, как крик о помощи, о нехватке педиатров. Только в детской поликлинике номер 10 не хватает 13 участковых врачей, поэтому оставшимся приходится работать с двойной, а то и тройной нагрузкой. И главная причина ухода специалистов – низкая зарплата. Что вас беспокоит? Кашель, температура держится. Чтобы хоть как-то снизить нагрузку на педиатров, заведующее отделением тоже ведет прием. За последние три года к нам не пришел ни один молодой специалист, хотя каждый год в выпуске есть. Уходят те врачи, которые уже пенсионного возраста. Зарплата не соответствует нашим затратам, сил, энергии и своего же здоровья. В среднем детский врач со стажем сейчас получает около 15 тысяч рублей. А должно быть минимум в два раза больше, говорит руководитель поликлиники. Плюс возможность решить жилищную проблему. По нашему анализу, примерно 28% у нас в последний год ушли в платные клиники. Около 40% с переменой места жительства. Точно такая же ситуация с участковыми для взрослых и врачами скорой помощи. Общий недокомплект специалистов в некоторых учреждениях республики достигает 40%. Скорая 8.1, слушаю вас. Здравствуйте. Что у вас случилось? Часто получив отказ в поликлинике при вызове врача на дом с признаками простуды или гриппа, больные пытаются вызвать скорую помощь. Но и здесь нередко их ждет лишь консультация по телефону. Если шквал звонков, приоритет, как говорят медики, более серьезным вызовом, когда человек на грани жизни и смерти. И мы едем на инфаркт, на инсульт. Мы едем в общественные места. То есть если в магазине, на улице, человек потерял сознание, задыхается, является поводом для скорой помощи и кровотечение. Для скорой помощи приоритетны дорожно-транспортные происшествия. Там мы приезжаем очень быстро. Одна из причин столь жесткой дифференциации, в том числе и нехватка персонала. При этом подавляющие большинство бригад скорой помощи в фельдшерстве. Ставки врачей вакантны на треть. Ведь если в Казани их зарплата 20-25 тысяч, в столице 80-100 за одну и ту же работу. Если раньше вахтовый метод ассоциировался с работой нефтяников и газовиков, то сейчас вахтовым методом стали работать и врачи. Например, скорой медицинской помощи. Чаще всего в Москве, куда они приезжают, снимают квартиры, набирают себе дежурств, работая не сутки через трое, а, например, сутки через двое или сутки через сутки. Работают так в течение трех недель, а потом на неделю возвращаются назад в семью. А поскольку съем квартиры в столице тоже удовольствие дорогое, врачи снимают одну на несколько человек. Тем временем фельдшерам в их отсутствие приходится брать на себя дополнительные нагрузки и ответственность. Врачи необходимы для, так скажем, полноты диагностики и большего объема оказания помощи. Потому что существуют некоторые заболевания, которые сложны для дифференциальной диагностики. И, конечно, в этих ситуациях врач разберется больше. И у нас проблемы решаются таким образом. То есть если фельдшер не может разобраться в каком-то заболевании, и состояние пациента у него вызывает опасения, именно в плане дальнейшей транспортировки, он может на себя вызвать специализированную бригаду. Это бригада интенсивной терапии. Но это, как ни крути, потеря драгоценного времени. Особенно, если машина попадет в пробку. За последнее время парк скорой медицинской помощи почти полностью обновился машинами, оснащенными самым современным оборудованием. В здании станции идет ремонт, после которого старая система приема вызовов уйдет в прошлое. Но в новый колл-центр, способный принимать и обрабатывать звонки быстрее и эффективнее, дополнительно нужны еще 46 специалистов, не считая уже существующих вакансий. И без достойной зарплаты и перспектив получения жилья решить эту проблему будет непросто. Вопрос увеличения ставок врачам сейчас решается на федеральном уровне, объяснили нам в Управлении здравоохранения Казани. Рассматриваются и различные варианты решения жилищного вопроса. Инна Данилова, Айдар Кунафин, Адель Миндубаев, Марсель Кадыров и Валерий Митрошин. Вести. Катарстан.